Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Четверо заболевших, 400 контактных в Алтайском крае регистрируют случай заболевания корью. Больше тысячи подписавшихся бейчане создали петицию о возвращении Александра Студеникина в мэры. От Рождества Христова до Крещения. Как прошла в Барнауле большая святочная вечерка? Сегодня в Барнауле эвакуировали несколько вузов. Так все выходы были оцеплены в Институте культуры и Барнаульском юридическом. На месте работали пожарные Росгвардии. Причиной эвакуации стали сообщения о минировании. Их разослали на электронные почты учебных заведений. В них говорилось о взрывных устройствах, якобы заложенных в здании. В Институте культуры студентов и преподавателей эвакуировали из всех трех корпусов. Но, как позднее стало известно, никаких взрывчатых веществ не нашли. В ходе проверок в Барнаульском юридическом институте также ничего угрожающего для жизни курсантов. И преподавателей не обнаружили. Добавим, учебное заведение края в последние годы регулярно получает ложные сообщения о минировании. За такое преступление злоумышленникам грозит штраф до 500 тысяч рублей или реальный срок до трех лет. Пожарный пострадавший во время возгорания торгового центра «Успех» в Барнауле скончался в больнице. Врачи неделю боролись за жизнь спасателя, но травмы оказались слишком серьезными. Другие подробности, а также информация о том, когда и где состоится прощание, пока неизвестны. Напомним, пожар произошел в ночь на 9 января. Во время его тушения спасатель получил отравление продуктами горения и ожоги дыхательных путей. Мужчину доставили в отделение токсикологии Барнаульской скорой медпомощи номер 2. Он несколько дней был в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Четыре случая заболевания корью выявили в Алтайском крае. Все больные госпитализированы, а контактных лиц, за которыми будут наблюдать врачи, сейчас выявляют сотрудники Роспотребнадзора. Предварительно установлено, в круг контактных лиц входит больше 400 человек. Анна Рашагирова продолжит тему. Все четверо заболевших корью взрослые до 30 лет. Один из них – Барнауле, строя жители Тальменского района. Отмечается, что между собой эти люди незнакомы. Были ли ранее привиты от кори, пока неизвестно. Однако все выезжали в другие регионы, где также зарегистрированы случаи заболеваемости. И пока заболевших в крае только 4, контактных уже больше 400. Останавливается круг контактных. За контактными устанавливается медицинское наблюдение 21 день. Ну и, соответственно, выясняется их прививочный анамнез. Если они не привиты или не болевшие ранее, то есть обязательно приведение прививок всем контактным. Контактные никуда не госпитализируются, ни к чего с ними никуда не изолируются, не отстраняются. За ними проводится ежедневное медицинское наблюдение за их состоянием здоровья. К слову, в Барнауле сейчас в круг контактных по коре попал целый дом по улице Ускова, где и проживает первый зарегистрированный и уже госпитализированный зараженный. Однако главврач 14-й поликлиники в соцсетях сообщил о массовом нежелании жильцов этого дома впускать в квартиры врачей, которые должны проводить осмотр. Руководитель медучреждения попросил относиться к ситуации с пониманием. Во время последней крупной вспышки кори, что была в крае в 2015 году, заболели больше сотни людей. В Роспотребнадзоре еще раз напоминают о важности вакцинации. У ребятишек это двукратно. Первая прививка вакцинация в год, ревакцинация в 6 лет. А взрослые, если они не были вдруг привиты, они прививаются до 35 лет. Распознать корь сразу отмечают в ведомстве довольно непросто. Первые симптомы, как при типичном УРВИ. Повышается температура, появляется недомогание, кашель и насморк. И лишь через несколько дней характерная сыпь на теле. Поэтому, чтобы не допустить осложнений в виде пневмонии и даже отека мозга, лучше своевременно вызвать врачей на помощь. Анна Рашигирова, Александр Антропов, День с толком. В Барнауле вынесли приговор мужчине, который накинулся с кулаками на инвалида. Речь идет об инциденте, который произошел в ноябре прошлого года. Подсудимый устроил воспитательный процесс над своим маленьким ребенком прямо на улице. Проходящий мимо мужчина решил убедиться, что с мальчиком все в порядке и поплатился за свое неравнодушие. Чем закончилась эта история, расскажем в следующем сюжете. Не менее пяти ударов и угрозы убийства. В ноябре прошлого года Александр Смирнов решил заступиться за ребенка, с которым достаточно грубо обращался отец. Для начала неравнодушный барнаулец решил выяснить, кем мальчику приходится агрессивный мужчина. Все это вывело из себя строгого отца, и он набросился на Александра. У пострадавшего ампутирована нога, оказать сопротивление он не мог. В суде Роман Бутурин во всем признался. Попасть с камеры на приговор нам не удалось, так как подсудимый был против. Также семье пострадавшего пришлось отложить установку современного протеза. Были планы на ноябрь совсем другие. Нас пригласили на презентацию, то есть он должен был прийти, посмотреть его, померить. Подходит он ему, не подходит. Так как у него заболевание связано с онкологией, также он должен был пройти онколога и тому подобное. У анализов тоже сроки годности. То есть то, что мы сдавали, мы теперь в новом году будем заново все это проходить. Для возмещения морального вреда семья пострадавшего запросила 200 тысяч. Но сторона защиты полагает, что 10 тысяч рублей – это та сумма, которая способна удовлетворить все переживания мужчины с инвалидностью. В итоге по решению суда Бутурин выплатит 30 тысяч. Кроме того, ему назначили один год условно, хотя прокуратура запрашивала реальный срок в колонии поселения. Я не согласна, что вообще его что-то исправит. Человека в 30 с лишним лет его вообще в принципе ничего не исправит. И вот нам только смириться и жить с такими людьми в обществе. Наша цель была выполнена – найти и хоть как-то наказать, чтобы он понимал, что за свои действия придется отвечать рано или поздно. То есть в принципе условный срок нас устраивает. Я не знаю, с каким бы чувством на душе я вышла, если бы сейчас его отправили на поселение. Возможно бы с тяжелым. Семья решила, что не будет подавать в апелляцию. А сам нападавший уверяет, что это была всего лишь случайность, которая произошла на эмоциях. Мужчина обещает, что такого больше не повторится. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Жители Бейска оставляют подписи, чтобы вернуть бывшего мэра города Александра Студенекина. Накануне в интернете появилась петиция, которая собрала около полутора тысяч подписей. Изначально дискуссия разгорелась в соцсетях. Споры во многом связаны с качеством уборки дорог после недавних дождей и снегопадов. Так, одни жители Бейска считают, что город был плохо подготовлен к зиме. Получается, как раз при Студенекине. Другие обещания уверены, что организовывать работу дорожников должен был уже новый мэр, если бы уборку начали своевременно. Напомним, новый мэр Бейска был избран 22 декабря. Вы не поверите, мне Студенекин очень нравился. Он много сделал для города. В крайнем случае, сохранил трамвай. Это важно. А сейчас я смотрю, там, посмотрите, туда подойти невозможно. Вы бы ее подписали, такую письмо. Да, да, почему-то нет. Дорогу-морогу сделал, молодцом. Вообще-то его человек порядочный, я так слышал. Кстати, это уже не первый раз, когда, вопреки критике, жители Бейска просят Студенекина вернуться в свое кресло. В 21-м году Александр Студенекин хотел уйти в отставку после того, как городская дума дала неудовлетворительную оценку его работе. И эта новость тогда тоже расстроила многих горожан. К другой теме. В Барнауле начнут проводить рейды, чтобы выявить несанкционированные купели. В этом году в городе официально обустроены два объекта, на которых можно будет совершить омовение. На озере Пионерском и на речном вокзале. Сегодня там идут подготовительные работы, устройство снежной часовни и купели. Строительством крещенского городка на речном занимается автодорстрой. Устройство и демонтаж городка обойдется больше, чем в 700 тысяч рублей. Все работы завершат до 18 января. В мэрии пояснили, что для жителей города будут обустроены бани для обогрева и раздевалки. На всех местах для купания будет организовано дежурство всех оперативных служб, в том числе и правоохранительных органов, для соблюдения порядка. На сегодняшний день толщина льда составляет 55 сантиметров. То есть единомоментно на данную площадку сможет выходить до 70 человек. Просьба ко всем отдыхающим прислушиваться к тем требованиям и рекомендациям, которые выдвигает как Министерство здравоохранения, так и представители Русской Православной Церкви. Я призываю всех граждан, которые проходят обряд омовения, пользуются только официальными купелями. Почему? Потому что там окажут сразу необходимую первую помощь, ну и спасатели дежурят. Добавим, что ежегодно обряд омовения в Барнауле проходит порядка 20 тысяч человек. Ну а сейчас святки в самом разгаре. Так называют период от праздника Рождества Христова до Крещенского Сочельника. В эти святые дни разрешается калядовать и гадать. Святочную вечерку с участием сразу нескольких фольклорных коллективов провели накануне в Доме народов Алтайского края. Поводить хороводы, поиграть в национальные игры и попеть песни пришло огромное количество гостей. Наша съемочная группа побывала на празднике и готова поделиться атмосферой праздничной встречи. Русские песни, обряды, национальные игры, народные танцы. То, что забыто по крупицам, восстановлено алтайскими фольклорными коллективами. Сегодня на импровизированной сцене в Доме народов Алтайского края выступают различные ансамбли из Барнаула на Валтайско-Заринско. Участники в колоритных костюмах с исконно русским репертуаром. Мы собираем, например, песни или танцы. Это все обрабатывается, изучается. Это все учится и транслируется. И в идеале, если мы еще раз, где мы что-то записали, если мы туда опять приехали, показали, правильно ли что-то мы делаем. Или какие-то там, возможно, еще там что-то вспомнили. Эти старожилы нам еще что-то дополнили. И таким вот образом мы занимаемся нашим делом по сохранению, изучению традиционной культуры. Рождественский театр «Вертеп». Сцены рождения Христа через жесты, стихи и песни. Увидеть это и другие представления пришли десятки человек. В гардеробе даже не хватило свободных мест. Атмосфера всегда праздничная, на подъеме, потому что праздники, потому что Христос родился. Его прославляем сегодня. Очень многие люди просто совершенно не знают и не знакомы с тем, что настоящая исконная традиция русская, по крайней мере. Потому что она была несколько стерта. Истинное народное творчество, которое веками формировалось. Именно на таких мероприятиях можно увидеть, посмотреть. И впечатления будут точно совершенно другие, нежели от того, что обыватель привык народной культурой понимать. Среди участников много детей. Они наравне со взрослыми делятся народным творчеством со всеми желающими. А вообще организаторы «Светочных вечерок» говорят, что в последние годы интерес к национальной культуре растет. И «Светочные вечерки» тому наглядный пример. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. С информационной повесткой 17 века можно ознакомиться в стенах Алтайского государственного краеведческого музея. Там в День российской печати открылась выставка раритетных изданий «Первая полоса». Здесь собраны газеты начиная с 17 века и заканчивая в 2009 году, в котором произошло, видимо, важное для Алексея Шелепова событие, ну и для всего мира в принципе, это смерть короля поп-музыки Майкла Джексона. А газеты здесь как российские, так и советские, и зарубежные разных стран, они все представляют какие-то важные события и их представления в прессе. К слову, на выставке можно будет увидеть более 60 газет. И это лишь небольшая часть личной коллекции Алексея Шелепова, арт-директора издательского дома «Алтопресс». Газеты собраны из разных уголков мира. Самое раннее издание на выставке «Лондонская газета» от 16 сентября 1682 года. Экспозиция будет работать до 12 февраля. Эта выставка открывает череду наших мероприятий юбилейных, потому что в этом году музею исполняется 200 лет. Мы готовим очень много интересных выставок, проектов. И ближайшая выставка, которая будет после этой в феврале, посвящена эпохе 90-х, мои 90-е. Продолжение следует...